всем привет илюша привет расстроился думала и домой идем развернулись гуляем по аллейке вот по такой на площадке сейчас грязно у нас растаяло буквально все настала весна это плюс 3 плюс 5 у нас на улице где лед нету льда да вот тема идет впереди ну побегай только потихоньку хорошо иди ну давай буду горит очень быстро артем а где боня боня артем ты тоже далеко ушел давай возвращайся боня так не 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 на меня не прыгает лапы-то грязные боня бонита да ох как смешно да дети боня маму выпачкала ох и боня это боня ты обалдела так не прыгай не прыгай боня нельзя ты грязная иди гуляй да пошлите вот гадина все штыки выпачкала надо стирать куртку теперь о боня насмешила да стало смешно да вот это боня боня стоп нельзя она такая и была просто сейчас грязь Боня, 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 Боня. Мам, кажется, дождя нет. Да нет, дождя нет. С утра был туман, сейчас такая погода. Да? Стоим на остановке, ждем автобуса. Капает с деревья в тем. Вот такая вот у нас зима. Как весна. Да дождя не было, это от тумана все потаяло. Номер телефона, такси, таблички. Где же там наш автобус? Илюша, привет. Тема у нас собирает лего своего, железный человек. Кстати, классный конструктор. Я такого еще не видела. И я. Именно вот героем, да? Вот тут героя он собрал уже. Осталось ему вот эту подставочку. Что это такое, я даже не знаю. А, это рука на руку одевается. Вот Темочка собирает ее. Лампу, кстати, повесили вот сюда. Очень удобно. На столе, когда стояла, неудобно. Она на прищепке и падала. А вообще, я хочу сюда купить ему именно большую настольную лампу. Она у нас стоит полторы тысячи, такая лампа. Но очень хорошо. Сверху падает свет. И на столе ничего не мешает. А Тема продолжает собирать конструктор. Очень любит он лего конструкторы. Всякие. Особенно собирать. Угу. У нас Ваня маленький был. У него тоже каких только не было этих конструкторов. Теперь Артемчик подрастает. Вот собрал Артемчик руку. Но она не цепляется. Вот эта штучка больше, чем там отверстие, куда надо вставлять это в руку. Так что я говорю, Тема, будешь играть этой рукой просто? Вот это вот, как пальцы все двигаются. Очень интересно, красиво. Мия, и ты пришла проверить, да? Правильно собрал Тема или нет? Вот такой вот конструктор. Классный конструктор. Я же говорю, я таких еще героев не видела. Надо будет посмотреть. Темочка хочет там собрать денежки еще на какой-то конструктор. У нас Артем собирает деньги на велосипед и на конструктор. Ну, ой, отвалилась рука. Надо поставить на место. Тема, ну поставь. Ой, сейчас покажу, какой я конструктор хочу. Сначала соберем на велосипед, а потом будем покупать конструкторы. Ну, может быть, конструктор такой куплю ему на 23-е. Ну, и там одна часть, другая. Вот. Вот. Вот разные герои, вот тут такие. Вот рука должна одеваться вот сюда, а она не одевается у нас. Не совпадают эти пазы. Вот нам еще надо 7 штук таких купить, да? Собрать денежку. Так что, классный конструктор. А у нас был один. Да, у нас. 7 плюс 1 равно 8. Правильно. У нас железный человек, а тут их еще он сколько много разных. Ну, я хочу этот. Этот? Ну, посмотрим. А сначала велосипед. Ну, конечно. Сначала велосипед, потому что это самая дорожая покупка, чем эти конструкторы, да? Во много раз. Сначала нас собираем денежки на велосипед, а потом конструктор. Это в церкви нам дали. Да, это подарили в церкви. Ой, я это знаю, как цеплять. Это... Вот, видишь, тут тоненькое, и оно вставляется в руку. А это плотное, ну, толстое, и оно не вставляется. А тут вообще не надо вставляться, да? Угу. Только вот сюда, вот сюда и вот сюда. Вот как-то некачественно они делают по поводу этих... Игрушек. Угу. Хочу вам показать, какие лекарства мы купили папе. Папе прописали лекарства. А, это не то. Это мне прописывали. А где бумажка папина? Ладно, потом найду, покажу. Короче, прописали три укола. Таблетки и мазь. Но мазь у нас есть, мы ее не стали покупать. За вот этот пакетик отдали полторы тысячи. Это аналоги лекарства. Сейчас я найду бумажку, покажу, что нам прописали. А в аптеке мы попросили дать нам именно аналоги. Если те лекарства, которые нам выписали, они бы... Но они стоят, мы узнавали, пять стоили, пять двести. А за это мы отдали за все полторы тысячи. Вот насколько это все дешевле. У нас у папы на позвоночнике грыжа и плюс радикулит. И у него, видно, это обострилось. Очень сильно болит спина. Поехал к невропатологу. Вот это прописали ему. Вот таких вот три укола. Таблетки ибупрофен. И мазь деклофенак тоже. Ну, вольторен ему прописали. Ну, деклофенак это аналог вольторена. Сейчас я найду бумажку, покажу вам бумажку, что именно ему прописали. Вот что нам прописали. Я смотрю, диагноз поставили остеохондроз. Вот всем ставят. Вот буквально всем ставят этот диагноз. Но мы делали томограмму. У нас у папы межпозвоночная грыжа. Так же, как и у меня. Я прокололась, прошла свой курс лечения. Но мне совсем другие выписывали. У меня похлеще было, наверное. У меня так заклинило спину, что я вставать не могла. А это папе. Вот 10 дней колоть. Уже один день прокололись. Я уже уколола мужа. Колем мы сами. Если в Вену, тогда просим медсестру. Стоит 200 рублей укол. Так что, вот так вот мы лечимся. Всем крепкого здоровья. Берегите себя. Не болейте ни в коем случае. Ну, раз уже заболели, тогда надо лечиться. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok